Друзья, привет! Моё сегодняшнее видео будет посвящено вот этим вот летним перчаткам. Ну, вот этим и вот этим. Каждый раз, когда начинается летний сезон, я появляюсь на видео в этих перчатках и сразу следуют однотипные вопросы. Что за перчатки, где взял, спасают ли от солнца, ну и так далее. На самом деле, видео про эти перчатки у меня уже есть. Оно вышло три года назад, когда я только купил вот эти вещи от этой конторы 12ВТ в Америке. Я сразу про них рассказывал. Они имеют неплохую солнцезащиту. И сейчас, как бы, я подведу по ним итог и расскажу про свои новые перчатки. Так вот, перчатки оказались очень классные. Реально классные, реально спасают от солнца. Собственно говоря, я думаю, не надо никому объяснять, почему важно защищать свои руки, ну и не только руки, части тела от солнца. Особенно рыбаку типа меня, который на воде проводит целый день, то есть с утра и до вечера. Жара, не жара, естественно, обязательно нужна защита. 100%. Если кто-то еще в этом сомневается, то просто поверьте моему опыту. Так вот, эти перчатки отлично справляются с своей задачей. Они не жаркие, быстро сохнут. Сохнут вообще мгновенно просто. Я руками все вот это вот в воде и даже их не снимаю, потому что они реально мгновенно сохнут. Здесь какой-то используется достаточно неплохой материал. Единственное, что я думал, когда их только купил, что они сразу развалятся. Ну, не знаю, почему-то когда я их взял, но это реально как бы тряпочка. Я думал, что они сразу развалятся. Но вот третий год уже и они не развалились. Единственное, что попробую показать здесь, ну, я имею постоянный якорь и через них якорную веревку пропускаю. То есть три месяца в году они у меня активно работают. И вот эти вот все за три года как бы то, что появилось, это в основном от крючков. Собственно говоря, основной недостаток этих перчаток то, что в них легко впиваются любые крючки. Ну, большие, конечно, нет. А вот мелковоблерные всякие, как раз летом мелкие воблеры, джиг и так далее, впиваются очень сильно и потом как бы надо аккуратно в любом случае. Но ничего страшного вот за эти годы, как вы видите, не произошло. Но это в любом случае один из их недостатков. И второй из их недостатков это цена, потому что стоят эти перчатки 30 баксов. Ну, как бы для двух таких тряпочек достаточно дорого. Но, тем не менее, если вспомните фирменные бафы из Кулмакса, они тоже стоят порядком 30 баксов. Ну, там чуть поменьше за одну штуку. Но, тем не менее, они работают и своих денег, ну, если не стоят, ну, по крайней мере, они эти деньги отрабатывают. Я в будущем обязательно куплю себе еще одну такую пару перчаток, когда будут делать, опять же, заказ с этого сайта 12VT в Америке. Ссылки на него я оставлю. Но в этом году произошло интересное событие. Я вообще, как бы, периодически мониторю сайт такой, как, как вы все знаете, Алиэкспресс по наличию разных интересных вещей для рыбалки. Причем не каких-то там дешевых, а именно, вот, чтобы и качественно, и недорого. И в этом году, ну, я на самом деле делаю это практически каждый год, ищу какие-нибудь легкие перчатки на сайте Алиэкспресс. Я вообще, как бы, люблю разные перчатки. Потому что зимой у меня руки мерзнут, ну, осенью. Мне они, в общем, необходимы. И в этом году я нашел, наконец-то, китайцы выпустили качественные, летние, хорошие, изумительные перчатки. Контора, которая их выпустила, достаточно известная, но, опять же, в узких кругах, и называется Max Catch. Maximum Catch. Это ребята, они очень сильно повернуты, именно китайцы, на нахлыстовые темы. У них, скажем так, соотношение цена-качество в целом больше, чем цена, больше, чем в целом на Алиэкспресс. Но качество, как правило, у них намного выше, чем многие другие вещи на Алишке, которые продаются. Собственно говоря, у них, там их несколько контор, которые вот этот бренд представляют. У них даже есть вещи от Sims, с которых стерты шилдики Sims. То есть, они, видимо, вот как-то так, ну, я не знаю, это я фантазировать не буду. Ладно, не буду отвлекаться, чтобы обзор вышел не слишком долгим. В общем, когда я только увидел эти перчатки на Алишке, наткнулся на них, это произошло, кстати, две недели назад, а доставка была очень быстрая, я сразу понял, что это то, что я ищу. Но я не предполагал, что они такие классные. Реально, это перчатки очень-очень качественные. Я не знаю, даже, надеюсь, это на видео будет все видно, но даже вот просто, если так сравнить, практически никаких ниточек не торчит, ничего. Швы, очень хорошо все сделано. Вообще просто, я когда они пришли, я удивился, реально удивился. За 8 баксов я себе закажу, вот прям сейчас, за обзор запишу и пойду закажу себе вторую пару. Потому что они реально крутые. Материал верха очень напоминает вот этот материал. Также по заявленным характеристикам, опять же, на Али тоже здесь стоит UHPF, там как-то там защита, в общем, класс защиты 50% от солнца, тоже как по ходу и у этого материала заявлены, и вообще они очень похожи. В любом случае, думаю, что, блин, за 8 долларов это классные перчатки, даже без всяких этих, но... И самое главное, что, конечно, я их еще на воде не пользовал, они буквально пришли день назад, и походу вот эта вот, вот эта вот, как сказать, вот эта вот подложка, она из натуральной кожи. Я не знаю, вот я так проверял, ну, кажется, что это натуральная кожа, реальная натуральная кожа. Давайте так, я утверждать это на 100% не буду, но по всем параметрам, вот, блин, и на ощупь, и вот так я шовчик смотрел, не знаю, может здесь лучше видно, ну, вот по всем ощущениям, это натуральная кожа, и всего лишь за 8 долларов, чему я несказанно удивлен. Но важно не это, важно то, что вот эта вот подложка, она, соответственно, за нее не будут цепляться крючки. То есть иногда здесь просто, как бы, тратится время, чтобы этот крючок вынуть, здесь такой проблемы не будет. Единственное, что насколько они будут жаркие или нет, ну, мне кажется, жаркими они не будут, потому что весь верх все, как бы, сделано из этого, ну, из материала такого, который быстро сохнет и быстро выпускает влагу. Ну, вот только что вот эта подложка, насколько она будет мокнуть и быстро сохнуть, это вопрос. Но, с другой стороны, у моего товарища есть перчатки от Симса, кстати, вот опять же аналогия, у которых тоже вот сделана нижняя подложка из примерно такого же материала, да, собственно, и верхняя тоже такого же цвета сделана. Никаких параллелей с Симсом я проводить не буду, просто вот те перчатки Симсовские у товарища, которые я юзал, они очень похожи на эти, по своим материалам, по крайней мере, из которого сделаны. Возможно, даже это как-то там какой-то один завод. Но ни в коем случае этого не утверждаю, просто, как бы, скажем так, диванный эксперт. Я включил диванного эксперта. В общем, я не знаю, что еще добавить. Блин, реально классная вещь. Я думаю, что те, кто моему мнению доверяет, в общем, воспользуйтесь обязательно, потому что это одна из самых за последнее время лучших покупок на Алиэкспресс, и я себе по-любому закажу вторую пару. Что ж, спасибо за внимание, надеюсь, этот обзор был вам полезен. Все ссылки, как всегда, я оставлю в описании, там, на эти перчатки, где я их покупал и так далее. Ну, до скорых встреч, пока-пока. Забыл. Совсем забыл, но пусть будет по скриптам. Хотел же на видео специально померить руку, потому что знал, что такие вопросы будут. Каждый раз, когда я какие-то перчатки, про какие-то перчатки рассказываю, эти вопросы есть. Моя лапа, это сколько получается? 23 сантиметра. В общем, была когда 23 с половиной. В общем, 23 сантиметра. А, там же как-то наискось они меряются. Как-то так. В общем, 23-23 с половиной сантиметра, в зависимости от того, как вы измеряете свою руку. Это для тех, кто будет сомневаться в размере. Все, теперь точно. Пока-пока.